Тысячи российских туристов в последние дни оказались в неприятной ситуации из-за фактического банкротства туроператоров. Среди компаний, заявивших о невозможности выполнить свои обязательства перед клиентами, оказались и одни из самых, на первый взгляд, надежных. Явных признаков, что туроператор собирается обанкротиться, не так много. И обычному покупателю, конечно, они будут не видны, неискушенному обычному потребителю. Нам они, конечно, видны. То есть это не заселение отеля, частая смена или отмена чартерных рейсов, долги перед партнерами, долги перед авиакомпаниями. Чтобы не оказаться в чужой стране без оплаченного отеля и обратного билета на самолет, в Ростуризме в первую очередь советуют обращать внимание на репутацию компании и на то, включена ли она в единый федеральный реестр туроператоров. Не менее важный индикатор – стоимость путевок. Если компания необоснованно занижает цены, то, возможно, она и не собирается никого отправлять на отдых. Но если ваш туроператор объявил себя банкротом, а вы уже в чужой стране, сразу обращайтесь в Ассоциацию Турпомощи. Раньше как возвращали? Бортами МЧС, помогите люди добрые. Сейчас есть Ассоциация Туристической Помощи. То есть если банкротство случилось, когда вы уже там, есть звонок Туристической Помощи, он тоже везде прописан и в договорах, и в памятках. Звоните туда, вас как минимум не оставят и заберут. В Ассоциацию Туроператоров России советуют все чеки за повторную оплату номера в отеле, покупку новых авиабилетов, расходов на трансфер и так далее, сохранять до возвращения домой. Траты можно подтвердить в том числе выпиской с банковской карты. И по приезду начинайте заниматься возвратом своих денежных средств. Ну первое, естественно, это приходить в то агентство, где вы взяли, писать заявление о возврате денег. Если частично проплачен тур, то есть тут принимает турист решение сам, либо он доплачивает эту сумму и отдыхает, и потом пытается эту сумму вернуть со страховой. Как правило, вслед за туроператором банкротится страховая компания. Поэтому по факту закон есть, но он не работает. Если тур приобретен, но поездка не состоится, также необходимо подать заявление на возврат денег. Юристы настоятельно рекомендуют четко указать, что причиной стало неисполнение туроператором обязательств и невозможность воспользоваться оплаченным туром. И это заявление вновь передавайте в свое турагентство. Именно в его обязанности входит дальнейшая связь с туроператором и получение у него денег за сорванную поездку. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.